Семей Девять, десять Оксана вот присоединяется, только не знаю, они подключаются сразу к звонку или нет, ничего не могу понять Денис, выключите микрофончик, либо я вас отключу от звонка, потому что мы сейчас будем начинать Выключите микрофончики, они возле плюсика, чтобы нам не мешали работать Включаю Дениса Все, давайте тогда начнем Всех я приветствую Вопросы должны быть готовы, потому что к нам каждый день присоединяются новички Сейчас я кабинет открою Подождите минутку И буду показывать Первое у нас на брифинге, мы будем разбирать, что такое бонусы Что такое бонусы, для чего они вообще нужны И как ими пользоваться, и как их активировать и не получить упущенную прибыль Сейчас я все вкладки закрою Потому что они мне тормозят Вхожу в кабинет, ждите Очень висит Почему создали мы отдельную беседу, потому что не более 24 человек должно быть в групповом звонке Поэтому пришлось создать отдельную беседу, а в чате больше 40 Так, вот, кто присоединился, всем привет Сейчас мы будем разбирать, что такое бонусы Что такое бонусы Вот смотрим А что я себя слышу У кого фонит, выключите микрофончики, пожалуйста Видно мой экран? Да Вот смотрите, у вас доступные вознаграждения Находятся они Это кабинет моего папы Находятся в кабинете Центра управления Вот здесь должны быть у вас все зелененькие Но в моем кабинете все зелененькие Я не стала светить свой кабинет Потому что я потом буду кидать в официальный чат Директор не разрешает светить мой кабинет Ну, чтобы не привлекать чужие структуры Поэтому этично будет показывать чей-нибудь кабинет У меня родственники в проекте, поэтому я показываю Вот здесь есть доступные вознаграждения Бонус за активацию от аута личными партнерами У кого телевизор, выключите, пожалуйста, микрофончики Чтобы я не надрывала голову Потому что у меня после брифинга всегда три пота Сейчас узнаем, как он микрофон Алла, это у тебя фоник Меня? И у Вероники Вот теперь нормально Или Оксана Присоединяется Бонус за активацию аккаунта личными партнерами Не все знают, что волонтеры тоже могут зарабатывать Вот, конечно, плохо, когда человек-волонтер Еще не оказал финансовую помощь Он будет упускать переводы Я отвлекаюсь на телевизор Оксана, выключите, пожалуйста, телевизор или микрофон Или я вас буду отсоединять Оксана Вот Волонтеры будут приглашать людей Если под ними будет активация за 5 долларов Они будут приглашать волонтеры Дальше Финансовая помощь от партнеров по структуре по 5, 10, 15 долларов Вы узнаете Если вы уже благотворитель То вы получаете от структуры От лично приглашенных получаете действий По 5, 15 получаете от ваших партнеров То есть, как узнать, лично это или не лично Открываете транзакции Транзакции – это не только ваши новости Но и любая транзакции Человек зашел, например, привязал кошелек Это тоже транзакция А то некоторые мне писали Как у меня 12 регистраций А транзакций 20 Мои регистрации воруют Нет, транзакция – это не только ваши регистрации Это любое действие Активация аккаунта Привязка кошелька Или просто человек зашел в кабинет Или по структуре у вас регистрации Это все отображается в транзакциях Как узнать, лично это или не лично Открываете транзакции И смотрите Если в ожидании 10 долларов Значит, это ваш личный партнер Если в ожидании 5 и 15 долларов Это по структуре Сейчас ждем Долго открывается Папа, мой, получил 15 долларов Вот только что Пятого Ему поступило 15 долларов Значит, он находится У этого человека на седьмой строке Как узнать данные? Открываете любые данные Например, вот человек Активировал аккаунт Но еще не оказал финансовую помощь Значит, связывайтесь с ними Вконтакте, в Одноклассниках Либо в Фейсбуке, либо в Скайпе Либо по телефону, либо по имейлу И обязательно доводите его до результата Объясняйте, что в статусе волонтер Человек будет упускать финансовые переводы Не все это знают Некоторые активируют аккаунт Привязывают кошельки И все И покупают бизнес-автоматы Получается, по бизнес-автомату Люди регистрируются А переводы идут мимо них Дальше По поводу бонусов Где тут А, вот вознаграждение Если вы хотя бы один раз купили бизнес-автомат У вас будет бонус здесь зеленый гореть 10% от купленных мест Вашими партнерами вы будете получать Если ваш реферал купил одно место Вы получаете 4 доллара Например, если он за 40 долларов купил 10% это 4 доллара Вот у меня вчера Валентина из Испании упустила Под ней на следующий день Активировался, оказал помощь человек И сразу купил бизнес-автомат Она говорит Ой, что такое упущенная прибыль У меня 4 доллара в транзакциях Я говорю Это потому, что вы сами не купили бизнес-автомат То есть хотя бы один раз Надо купить бизнес-автомат Бизнес-автомат Я не могу сказать, что Будет сразу много партнеров Все активируются Окажут финансовую помощь Либо никто не окажет Тут даже среднего Арифметического нельзя сказать Это люди Это человеческий фактор Мы не можем людей заставить Оказать финансовую помощь Вот, кстати, Сабату Который пришел В Бориса структуру Его второй уровень Который в топе уже Третий месяц Он пришел по бизнес-автомату Хотя его спонсор Елена Она активировала кабинет Еще не оказала финансовую помощь И купила бизнес-автомат И вот этот Сабату пришел И начал тянуть всех итальянцев Уже пол Италии, наверное, в нашей структуре То есть вот так работает бизнес-автомат Была я на море Один иностранец привел целый офис Мне за две минуты пришло 110 долларов Вот так работает бизнес-автомат А бывает, никто не оказывает помощь С любым партнером, который под вами зарегистрировался Открываете аккаунты Если у вас тут появилась единичка, двоечка, пятерочка Восемь тысяч и так далее Открываете, связывайтесь с партнерами Пишите ему на почту письмо Я отправляю еще смс-ки у меня Йота с безлимитными смс-ками за 50 рублей в месяц Я отправляю по России смс-ки Дальше Создание уникальных ссылок Вот наводите мышкой и смотрите Когда вы или ваш партнер приходит Оказывает финансовую помощь У него уникальная ссылка дается ему в подарок Ровно на один год На следующий год она будет стоить 5 долларов Вы можете купить неограниченное количество ссылок И отслеживать их Отслеживать можно в транзакциях То есть в статистике Папа у меня не работает Он просто получает финансовую помощь Потому что я его поставила над собой И папе уже 75 лет Он не заходит в кабинет Но получает финансовую помощь Вот здесь заходите статистика И внизу у вас будет видно Вот здесь у вас кнопочки Вы можете настроить переходы Посмотреть регистрации Посмотреть активации финансовой помощи У меня моих ссылок 5 Какой телевизор буду выключать Оксана Выключите телевизор Или микрофон Вот здесь вот вы можете отслеживать Например переключайте на регистрации Если у вас несколько ссылок У вас будет здесь разными цветами ссылки Например одну вы ставите в фейсбуке Другую вы ставите в ютюбе Третью вы ставите в одноклассниках Четвертую ставите в вк Пятую в инстаграме И отслеживайте откуда идет трафик И шестую вы ставите например на рекламных площадках И очень удобно отслеживать Так дальше К бонусам вернемся Вы знаете что если Ну для тех кто не знает Если вы сняли видеоотзыв Не менее трех минут И он соответствует правилам снятия Видеоотзыва То есть должна быть Нормальная одежда Приличная Должна быть речь Без всяких сорняков Должно быть Не так как Недавно наш партнер сказал А у меня вот Спонсор Ирина Агапова Она разработала методику И так далее Мне директор скинул И говорит Ты теперь понимаешь Почему мы такие видеоотзывы Не принимаем То есть не надо говорить Имя спонсора Называть Вообще никаких имен не называйте Просто Почему вы в проекте Чем он вас привлек И рассказываете Если Ваш отзыв Опубликуют на официальном сайте Вы получаете Бонус вознаграждения 25 долларов И у вас вот Этот бонус Становится активным Если ваши партнеры Личные партнеры Также снимут отзыв Им по 25 долларов Вам пойдет 3 доллара Вы получаете по 3 доллара За каждый видеоотзыв Опубликованный Вашими личными партнерами Доступна только В статусе Бизнес Вот Узнайте Как активировать И Бонус за участие Партнеров В совместных рекламных Компаниях Получайте 1 доллар Если вы хотя бы Один раз Покупаете Совместную рекламу Сейчас о ней Подробно расскажу Находится она В разделе Услуги Четвертая строка Совместная реклама Здесь вы можете Почитать То есть Все мы Складываемся По 10 долларов Соинвесторы И Миллион показов Запускают В рекламной площадке Сёрфернер Различные баннеры Вот здесь вы можете Об этом Почитать Вот осталось 22 места Как только 22 места Будет раскуплено Эта реклама Запустится И Эти миллион Показов Распределятся На 100 мест То есть Разделите Миллион На 100 Получается 10 тысяч Показов На каждого Вот Инвестировать В рекламную Компанию Нажимаете Выбираете Способ Оплаты И Покупаете Себе Одно Место Два Места И тогда Вы активируете Этим самым Бонус Давайте Теперь Вопросы Разберем А потом Отправимся Дальше Новички У кого Какие Вопросы По соцсетям Может быть По страницам Ирина Можно Вопрос Да Ирина Вот мне Задают Вопрос Да Партнеры Стоит Ли Регистрировать СМР Если Всего Один Аккаунт Вконтакте Зачем Вам Один Аккаунт Вконтакте Ну Вот У людей Пока Один Девять Рублей Стоит Открыть Аккаунт Я сегодня Кидал В чат Девять Рублей Стоит Открыть Аккаунт Открыть Купить СМР И пусть Работа Ведется На автомате Один Раз Их Оформить Эти Страницы Понятно Один Аккаунт Ну Смысл Платить 25 долларов Либо 6 тысяч Рублей За год Ради Одного Аккаунта Ну А так Придется Много Времени Тратить За компьютером Чем Больше Будет Автоматизирован Ваш Бизнес Тем Меньше Времени Вы будете Проводить За компьютером То есть Пока Вот Мы С Борисом Позавчера Ели шашлык Полдня Нас Не было Пошли В кино Я захожу Со смартфона У меня Там Посты Идут То есть Программа Дома Работала А Мы Отдыхали Свой Бизнес Надо Автоматизировать Это То же Самое Вот Как Я Сегодня Пошла В магазин Разговаривала Покупала Таблетки Для Посудомоечной Машины Я Говорю На Меня Работает Посудомоечная Машина На Меня Работает Стиральная Машина На Меня Работает Мультиварка Пароварка То Есть Надо Облегчать Себе Труд Я Также И В Бизнесе Вам Техника Должна Помогать И Облегчать Ваш Труд А Когда Наработаете Структуру Вы Уже Будете Отдыхать И Наслаждаться Жизнью Спасибо Конечно Выключить Видео Потому Что Оно Будет Тормозить Наш Звонок Денис И Оксана Выключите Видео Потому Что Даже Когда Экран Будем Показывать Будет Тормозиться И Нажмите На Камеру Плюсик Влево Микрофон И камера Нажмите И Видео Выключится Хорошо Но СМР Я рекомендую Вот У Елены Стрелец Хорошо Идут Дела Сколько У тебя Аккаунтов Запущено Много Я не считала Штук Двадцать Или Пятнадцать У нас Борисом Сорок Девять Было Запущено Два За два Месяца Забанили Ну Сорок Сем Осталось Я вот Жду Когда Это В СМС Активейшн Которая В чат Кидала Номера Пятого Числа После Одиннадцати Появится Вот по Девять Рублей Можно Разморозить Привязать Другой Номер Вконтакте Если Сим Карта Например У вас Виртуальная Вы через Компьютер Привязать Новый Ну А если Сим Карта Реальная То Еще Лучше Ну Вот Я В прошлом Году Покупала Сто Сим Оптом И Там же Каждые Три Четыре Месяца Если Сим Карты Не Пользуешься То Ее Надо Либо Пополнять Либо Делать Один Платный Звонок Или Одну Платную СМС А Так как У меня Много Было Страниц Эти Сим Карты Все Ну В общем Забанились И Половину Я Выкинула Так что Я Теперь Виртуально Открываю Спасибо Ирина А скажите Еще Вот Такой Вот Вопрос Если Человек Открывает СМР У него Один Аккаунт В течение Года Он же Может Добавить Туда Еще Купленные Аккаунты Конечно Спасибо 200 Или даже 400 Вам С головой Хватит Конечно Можно Добавлять Так Она Не только Вконтакте Работает Она В инстаграме Работает В одноклассниках Работает Ну Да Рассылки Делает Ирина Это Денис У меня Такой Вопрос Не Слушайте Да У меня Такой Вопрос Топ Лидер Там Только 10 Долларов Пополнение Минималка Или Там Можно Как Обойти Эту Системы Пополнить Меньше Чтобы Как Нет Не Пойдет 10 Долларов И то Клади Запасом Потому что Через Там Только Через Перфект Мани Можно Оплатить И Они 20 Или 19 Центов Берут Комиссию То есть Пол доллара Сверху Положите Потому что Если Одного Цента Не Хватит Оплата Не Пройдет Я Понял Ну Я Сегодня Калиостре Топ Оплатил Первый Самый Маленький Про Калиостре Или Топ Лидерс Топ Лидерс Сегодня Калиостре Тоже Говорялся Оплатил Тоже Минимальный Топ Ну Как Эффект И есть И Неплохой По Одноклассникам В ВКонтакте Тоже Люди Добавляются Сами Причем Ты Статус Поставил По Моему Поставил Не знаю Чего Не Смотрел Вот Насчет Всех Этих Сервисов Серфернер Калиостре Пиарим Бистоп Лидерс И так Далее Мы Должны Быть Все Друг Под Другом То есть Мои Личные Партнеры Я Вам Лично Даю Ссылку А Если Под Вами Вот Например Я Василию Дала Ссылку По Серфернеру Он Уже Ссылку Дает Своим Личным Партнером Оксане Или Кто Тебя Лично Денис Вот А Денис В свою очередь Своим Личным Партнером Тем Самым У Вас Будет Строиться Структура Еще В этих Сервисах Вы Там Тоже Будете Зарабатывать В СМР Тоже 314 Рублей С каждой Продажи Будете Иметь Вот Я Лене Дала Ссылку Стрелец Она Там Например Кому То Продала Она Получила Я Получила Я И Там Зарабатываю Также В этих Сервисах Мы Должны Быть Друг По Другам Я Понял Ирина У меня Такая Просьба Вы Можете Чтоб Я Не Ковырялся По Видео По Партнеркам Сейчас Секунду Сбрось А сейчас Перезвоним Сейчас Приду Скинуть Мне Все Сверфернер То Калиостр Все Полностью Ссылки Ваши Можно На e-mail Можно Сюда Скинуть В этот Skype Денис Я же Тебе Скинул Все Да У меня Там Есть Вроде Это Кому Василию Скинуть Василию Пусти Скинуть Кто Просит Денис Просит Или Василий Денис Просит Денис Берет Ссылки У Василия Я Понял Понял То Если Я Свои Ссылки Дам Денис Это Будет Не Совсем Правильно Василий Под Меня Становится Денис Становится Под Василия Я Все Равно Буду Получать Там В Серфернере Десяти Уровневая Партнерка Я Я Понял Ну Хорошо Ну Все Все Ссылки Все Программные Обеспечения Чтобы Уже Было Все Денис Ужас 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 Смотрю Некоторые Социальные Сети Статусы Не стоят Даже люди В проекте По два По три Месяца Не Оформленные Страницы Ни Стена Не Закреплена В Одноклассниках Статус Не стоит Либо Неправильно Стоит Вот Сейчас Покажу В связи С нововведениями Получается Что Статус Исчезает У людей Но Он Не Исчезает Это Вы Его Просто Не Видите Как Проверить Видно Мой Экран Да Видно Да Вот Моя Страница Аватарка Чтобы На вас Смотрела Не надо Там Брать Из Интернета Не Свои Фотографии На фейковых Аккаунтах Понятно Я имею Ввиду Сейчас Свой Аккаунт Как Проверить Просто Нажимаете Вот Сейчас Оно Загрузится Вот Видите Подчернута На свое имя И фамилию Нажимаете И вы увидите Как Люди Со стороны Видят Ваш Аккаунт Вот Здесь Стоит Фотостатус Фотостатус Брать Из базы Знаний Разархивировать Его И загрузить В личные Фотографии Вот Здесь Стоит Статус То есть Это Называется Фотостатус Это Называется Статус Здесь Либо Видеопрезентация Либо Можете Мои Скрины Брать С доходами И Нормальный Такой Привлекательный Текст Пишите Не надо Там Делай Добро И ссылку Свою Как Как это Не Печально Люди Не Бегут Делать Добро Людям Надо Кнопку Бабло Им Надо Наполнить Свои Карманы Кормить Свои Семьи И Это Так Как Бы Вы Не Говорили Что Вы Пришли Сюда Только Оказывать Помощь Да Окажите Помощь www.ru Наш Сайт Просто Киньте Туда Тысячу Две Пять Кто Сколько Может Но Если Вы Оказали Помощь И Продвигаете Проект Значит Вы Пришли Не Только Оказать Помощь Но И Зарабатывать Ведь Что Греха Таить Поэтому Пишите С акцентом На Доход Вот Здесь Я Написала Такой Статус Как Его Поставить Вот Этот Фото Статус Нажимаете Фотографии Нажимаете Личные Фото И Добавляете В таком Порядке С четвертого По первый То есть Чтобы Не в разброс Как пазлы Были А Чтобы Читаемо Было И все В личные Фотографии Больше ничего Не грузите Чтобы В ленте Отображались Ваши Фотографии Создавайте Альбомы Например Я и моя Семья Вот Тысяча Фотографий Мои Переводы Вот Более Тысячи Мои Сертификаты Моей Команды Топ Десять Я сюда Публикую Дальше Ой Прошу Прощения Ирина Извините Перебью Там я Вчера Ставил Вконтакте Там По-моему Даже Скачиваешь Они По нумерации Есть Я у Василия Спрашивал По нумерации Один Два Три Четыре Загружаешь По нумерации Один Загружаешь Два Не важно Как они Сейчас Стоят На экране Но они Потом Восстанавливаются Нормально Я вот так Закружаю Вот у меня Фотостатус Так Где он Вот Фотостатус Одноклассники И Вконтакте Они разные Вот Хотите Такой Хотите Такой Например Я открываю И просто Выделяю Вот так Все Четыре И все Они выделились Нажимаете Открыть Они встанут Нормально Не надо По одному Грузить Либо Этот Вот Выделили Вот так Все Они встанут Нормально Дальше Давайте У кого еще Не поставлен Не поставлен Статус В одноклассниках Многие ставят Неправильно У кого еще Не поставлен Давайте Тот покажет Экран И остальные Все посмотрят У кого еще Не стоит Статус В одноклассниках Александра Давыдова Вина Стоит Статус Нет У меня еще Не стоит У меня стоит Просто статус С ссылкой На регистрацию Давайте Поставим Экран Экран Можете Показать Сначала Нам надо Ссылочку На Ютюб Статус И ставьте Презентацию Где пригласить Пять человек Как это работает Вот В 2013 Году Именно на эту Презентацию Я обратила Своё внимание То есть Она меня Зацепила Никакие Другие Презентации Там где Три человека Пригласить Или Благотворительность Должна вознаграждаться Вот Никакие Эти презентации Так не работают Как вот Вот Где пять человек Сейчас я поищу Найдите Кто-нибудь Презентацию На русском С ютуба И скиньте Сюда Нашу беседу Александра Пока покажите Экран Нажмите Плюсик Демонстрация Экрана Начать Презентация Она должна быть У каждого Загружена Вот Неправильно Стоит Статус У вас Вот Копируйте Владимир Степашкин Скинул Скопируйте Ссылочку Зайдите В скайп Вверху Беседа Вот Правей Где Кружочек Оранжевый Да Вниз Листайте Правой кнопкой Мыши Копируйте Ссылку Копируйте Ссылочку В Одноклассники Идем Нажмите На Одноклассники Вверху Чтобы поставить Статус Вот О чем Вы думаете И ставим Сюда Кстати Тут фоны Появились Кто пробовал Уже Я только Настроение Пробовала А вот Настроение Кстати Стирает Весь ваш Статус И все Не надо Уже Пользовать Правой Кнопкой Мыши И вставить Ссылка Моя Вот видите Она падает Вниз Нет Ссылка Не твоя Будет Она напишет Сверху Свою ссылку Упала Вниз Теперь Пишите Какой-нибудь Текст В Одноклассниках Тоже Эту фишку Заметил Я вчера Ссылку Загнал Статусом Она у меня Сразу У меня сразу Баннер Выскочил Хорошая Я кидаю Текст Хороший Скопируйте Из чата Да Внизу Нет Внизу Уже Скинула Копируйте Пробег И свою ссылку У некоторых ссылка банится Тогда можно Лендинг Который Кстати Дается Бесплатно На один месяц Потом его Надо платно Продлевать Либо 24 доллара На один год Либо 5 долларов На месяц Выгоднее За 24 доллара На год Получается 2 доллара В месяц И вот Не то Не скопировали Не дождалось Лендинг Кстати Уникальный Очень Он Большой Читабельный И там Вся информация И калькулятор Доходов Советую Всем Его Приобрести Тем самым Вы активируете Свой Бонус 10% Если у вас будет Активен лендинг И кто-то Будет под вами Из рефералов Покупать Личные Если рефералы То Вы будете 10% Получать Тормозит Нет Фейсбук Я тормозил Весь день На работе Вообще Ничего Не смог С ним Делать Фейсбук И Все Что с ком Кошмар Не скопировали Нет Из-за скайпа Тормозит Сейчас Я ее Найду Вот здесь Часто Совершают Ошибку Сейчас Она Вставит Ссылку Ну Вот Из Контакта Можно Скопировать В группе Кстати Тоже Ссылки Не вижу Куда Люди Пойдут Ваша Ссылка Ваши Деньги Запомните Нет Нет Не то Не то Вот В конце Получается А Д Вот Скопирую Внизу Ну С HTTP Вот Это Нет Сейчас Ну Тогда Крестиком Закрывай Сейчас Делаю Вообще В закрепленной Записи В группе Должна Быть Ссылка А здесь Я ее Не вижу Я их Выкинул Ссылки Справой Ну В закрепленной Записи Обязательно Должна Быть Ссылка Это Большое Упущение Но И справа Должно Быть И В закрепе Также И страница Вконтакте Лен Стрелец Расскажешь Минут Пять По Оформлению ВК Экран Показывать Нужно Сейчас С одноклассниками Закончим Вот какую Делают ошибку Вот здесь Надо крестиком Нажимать И убирать Вот этот Разворот Технологии Партнер И тогда Только Жать Поделиться И смотрите Если вашу Ссылку Не видно Обычно Если длинный Текст Больше Двух Строчек То Ее Не видно И никто Не будет Нажимать Показать Еще Сейчас Вот Все нормально Сама Жмешь Класс И После того Когда мы Закончим На этот Статус Отправишь Ссылку В чат Чтобы мы Классы Нажали Вот Должен быть Статус Если у вас Свои Видео Которые Люди Будут Смотреть С переходами С доходами Если уже Есть доходы Нормальные То можете Снимать Свои Видео И ставить А если Пока Такового Нет То Лучше Всего Вот Эта Видеопрезентация Видео Я буду Делать Лена Стрелец Покажи На каком Нибудь Своем Аккаунте Ну Не надо Там Закрепленную Запись Убирать А просто Покажи Как Фотостатус Поставить Как Статус Вконтакте Поставить Как ссылку Поставить Ну короче Откроешь Я тебе Походу Я сейчас Ухожу С демонстрации Экрана Еще Да Да Просто Нажмите Плюсик И остановить Показ Меня Видно Да Ну Как всегда Грузим Аватарочку Это первым Делом Подвиню Или крестиком Нажми Прямоугольник Чтобы он Да Вот этот Ага Грузим Свою Аватарочку Красивую Презентабельную Кто-то может Фотосессию Сделать Я Сама Она ее сделала На хромакее Убрала фон В Камтазе И сделала Такой фон Меня мама Фотографировала Дома Все прекрасно Отлично Так Пишем Статус Верху По проекту Любой текст Какой-нибудь Я написала Общаюсь Только по проекту Всемиром Чтобы мне не писали Какие-то лишние вопросы И свой скайп Указала Здесь Указ Статус Город Место работы Я указала Свою группу Вконтакте Веб-сайт Свою уникальную ссылку И здесь Также Свою ссылку На канал Чтобы Люди Сразу могли Перейти И посмотреть Вот поправку Сразу Где веб-сайт Можно Там еще Написать Пару слов Здесь богатеют Или еще что-нибудь Потому что Когда к тебе Добавляются в друзья Или просто заходят На страницу Уже видят Надо будет Сделать И делается Это в настройках Вот вверху Где написаны Леночка Делается Это в настройках Показывать Или пока Интересы А, контакты Нет, нет, нет Так, сейчас Контакты Внизу указываете Вот Фейс, Инстаграм К примеру Вот Все правильно Как поставить Фотостатус Да, вконтакте Нажимаете Мои фотографии Ой, нет Не сюда Не сюда Добавить Так Найти бы еще Фотостатус Ну, как я показывала Живое В своей группе Нажимаете Как по цепочке Да Какой оплату Какой оплату Я как раз Для брифинга Сделала Две фотки Так быстрее Получится Проще Вот Я скинула Фотку В беседу Скинула Фотку Уже Беседу 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 Это не та фотка А, это вывод Да Да Если видно Вот это Для всех Можно делать Вывод То есть Мы работаем Через Шлюз Валет Ван На Валет Ван Иностранцы Не могут Туда Привязать Свои карты И перевести Деньги Потому что Валет Ван Работает Только С ближним Зарубежным То есть Украина Белоруссия Там Казахстан Россия Вот Чтобы Сделать Перевод Если у вас Есть Иностранный Какой-то Партнер Все Оплаты У них Проходят Через Paypal То есть Сейчас Я Все-таки Найду Этот Screen Я не думаю Что он Далеко Улетел Сегодня Степан Спрашивал Вот Рекомендованные Способы Оплаты Вот Смотрите Экран мой Видно Сейчас Загрузится Этот Screen Да Видно Вот Смотрите Рекомендованные Способы Оплаты Когда вы Оказываете Кто-то Заходит Оказывает Помощь Например Для России Существует Сбербанк Онлайн Альфа Банк Валет Ван Веб Мани То есть Если кто-то Пользуется Тоже Можно Через Кошелек Быстро И безопасно Пополнить Яндекс Деньги Виза Вот у нас Например Карты Есть Виза Киви Валет Через Перфект Но Иностранцы У нас Именно Пополняют Через PayPal Сейчас Покажу То есть Они Заходят Например В кабинет Нажимают Дополнительные Способы Оплаты Вот Дополнительные Способы Оплаты И у них Всплывает Еще Банковская Карта То есть Здесь Написано Виза Мастеркард Дискавер Кстати Вот Через PayPal Могут Оплачивать Даже Те Люди У кого Например Есть Карта То есть Кто Хочет Оплатить По Карте Они Привязывают К PayPal Свою Карту И Оплачивают Спокойно Без Проблем Потому Сейчас Напрямую Оплата По Картам Пока Нет Пока Там Ищут Новые Варианты То есть Не Зависит От Проекта Ну Как Условием Вот Отменили Пока Эту Штуку И Если Кто-то Хочет Лично Оплатить По Карте Они Могут Оплачивать Также Через PayPal PayPal Он Также Универсален Для Иностранцев Иностранцев Все Оплачивают Через PayPal И Тот Ж Сабата У Них Все Люди Которые Под Ним Приходят Я Вижу Его Скрины Мы Отслеживаем В соцсетях Других В Иностранных Я Своего Кабинета То Здесь Вы Вводите Сколько Сколько Вы Хотите Вывести Здесь У вас Будет Показано Сколько Придет На PayPal За минусом 5% От Суммы Подскажите PayPal Там Еще Такой Как В Киеве Номер Телефона Да PayPal Привязывается Ваша Почта То Даже Если Человек Захочет Вам На PayPal Перекинуть Деньги Вы Ему Просто Даете Адрес Своей Почты Вот Это И Будет Платежный Именно Вот Ну Платежные Данные Я Прошу Через PayPal На Карту Без Комиссии Выводится Да Выводится Без Комиссии Могу Вам Обменять Если Например Вы Каких-то Знакомых Или Родственников Подключаете Вот Очень Многие Знают Что Я Делаю Обмен Без Комиссии И Я Вам Могу Поменять Без Процентов По Курсу Продажи Доллара Сбербанк На Тот Ровно Сто Долларов Могу Вам Делать Обмен Тем Самым Люди Будут Выигрывать Семьсот Восемьсот Рублей Вот Инна Так Делала Да Инна Потом Инна Ты Тут А У нее Микрофон Выключен Ирина Еще Такое Денис Еще Такой Момент Можно Сделать Небольшой Обзор По Калипост Там Я Сегодня Полдня Провел Что Это Я Это Я Слушаю Выключаете Оксана По Калиостре Такой Сервис Интересный Мне Очень Позвращался По Калиостре У меня Целый Плейлист Есть Я Пишна Проводила По Калиостре И не Один Ты Говоришь Посмотрел Все Мои Видео За Месяц Не Все По Калиостре У меня Весь Плейлист И Скину В чат Или Сегодня Я Скидывала В чат И Как Вип Купить И Как Привязывать Аккаунты Все 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 Я все Не Запонял Там Столько Видео Чат Надо Читать Я Понял Я Чат Читаю Да Каждый Следующий Вопросик Видно Мой Экран Да Когда Под вами Оказывается Человек Оплачивает Ему Вот такой Баннер Вылезает Нам 5 лет Вам Вы Знаете Да Что Месяц Он Бесплатный И Говорите Об этом Своим Новичкам Месяц Бесплатный Потом Платный Стоит Он 2 доллара В месяц Если на Год Покупаете И 5 долларов Если на Месяц По полгода Можно Покупать По полгода Не помню Сколько Стоит У меня Он На Год Сразу И 5 тысяч На Рекламу Сёрфёрнер Вот по Этому Моменту Обязательно Давайте Свою Ссылку И Пишите Своим Новичкам Что Не Переходите Вот по Этой Ссылке Промокода У меня Уже Нет Потому Что Он Давным Давно Активирован Не Переходите По этой Ссылке Потому Что Вы Сёрфёрнер Попадаете Под Админов Давайте Человеку Свою Ссылку А промокод Он Здесь Может Скопировать У него Будет Вот Здесь Внизу Всегда Висеть Пока Он Не Активирует Целый Месяц Будет Висеть Подарочек Как Активировать Промокод Я Тоже Кидала Ссылку В Чат То Есть Под Вами Регистрируется Например Василий Зарегистрировался Подо мной Он Денис Под Василием Под Денисом Если кто-то Ещё Будет Ну И так Далее По цепочке И Можете Моё Видео Дать Как промокод Активировать То Есть Не Надо Администраторам Приносить Деньги Тут Надо Тоже Строить Свою Команду И Об Этому Говорите Своим Новичкам Дальше Теперь У кого Есть Вопросы Задавайте А потом Я буду Вам Вопросы Задавать Посмотрю Кто Насколько Знает Проект Ирина Можно Вопрос Ирина Стоит ли Партнёрам Рекомендовать Бизнес Автомат На 10 Мест Смотря Какой Сумма Располагает Ты покупал 10 мест Он себя Оправдал Или нет Ну Думаю Да У меня Во всяком Случа Появилась Уверенность В плане Того Что Бизнес Автомат Дал Мне Дал Около 200 Человек И Я Уже Мог Спокойно Своим Будущим Партнёрам Говорить О том Что Смотрите За месяц Сколько Регистраций Ну Во-первых Кто Покупает 10 мест Это Дешевле Чем Покупать По Одному Месту Он Приведёт Партнёров Тем более На старте Как правило Все покупают Бизнес Автомат У них Так Реклама Настроена Не успел Человек Стать Волонтёром У мужа Приходит СМС На телефон О покупке Бизнес Автомата То есть Наши Администраторы Живут Держится Проект За счёт Бизнес Автомата Они Продают И Ну Тем самым Проект Живёт Много лет Они Вот На внутренних Услугах Делают Деньги И Если Суммой Располагает Человек То Конечно У него Структура Будет Больше Строиться Сначала Мы От бизнеса На земле Сначала Мы Вкладываем Потом Мы Получаем Отдачу Это Как Вот Например Я мечтала Быть Иметь Свою Парикмахерскую Потому Что Я Парикмахером 17 лет Проработала На дядю Если Бо Я имела Свою Парикмахерскую Мне Надо Было Арендовать Помещение Либо Купить Его Это Тоже Вкладывание Денег Сделать Там Ремонт Это Тоже Вкладывание Денег Закупить Оборудование Инструмент Нанять Мастеров Аренда Свет Налоги И так далее Сначала Мы Вкладываем А потом Когда Клиентура Идет Мы Получаем Отдачу То же Самое И здесь Сначала Мы Вкладываем Кто Работает Месяц И Говорят Ой Я Только Вложил Никакой Отдачи Вы Должны Понимать Что Это Бизнес И Он Строится Первые Три Года Без Выходных Вы Должны Фигачить И фигачить Вот У меня Было Настолько Желание Сильное Из Общежития Съехать Хотя Бо В Двухкомнатную Квартиру Я Пахала По 12 По 14 Часов В день Но У меня Ни роботов Не было Ни реклам Я не знала Что это Такое У меня Было Всего Пять Страниц В Одноклассниках И Я Все Вручную Делала И Через Четыре Пять Месяцев Мы С дочкой Уже Уехали Первый Раз За Границу Через Четыре Пять Месяцев У меня Пошел Доход Тысяч Сначала Восемь Тысяч В месяц Потом У нас Пятнадцать Двадцать Пятьдесят Шестьдесят И так Далее На данный Момент Я зарабатываю Сейчас Трехсот Тысяч В месяц Все Переводы Каждый День С моим Именем Вы видите Спасибо Ирина Я вот Допустим Своим Партнером Говорю Так Что Ну Я немножко Мотивирую В плане Того Что Цена И Цена То есть Если Человек Уложился Даже Ну Пусть Бизнес Автомат Да За эту Цену Он Уложил Свои Личные Деньги Ну Если Они У него Конечно Есть Соответственно И Человек Будет Что-то Делать Как Минимум Если Он Вложил Эту Деньги Вот Я Как Б Еще С Этой Целью Делаю Ну Как У меня Под Испанией Вчера Зарегистрировался Купил Бизнес Автомат Мне Некогда Все Я Купил Все И Забыл Так Дело Не Пойдет Почему Некогда Потому Что Он Работает На 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 Сейчас Вы Еще В чат И Давай Все Свои Ссылки Минуя Иностранцев Потому Что Не Все Вот Эти Площадки Работают За Границей И Русским Легче Работать Русскими Без Языкового Барьера А Сабата Вот Я Смотрю Вконтакте Вы Выкладывали Он Как То Общается Нормально У Сабата Команда И Вся Команда Я Русским Регистрациям Я Достаточно Уже Большая Команда И Я Всем Русским Отписываюсь На русском Языке Потому Что В основном Они Заходят Вот Кто Под Ним Регистрируется Они Сразу Покупают Бизнес Автоматы И Даже По Скринам Он Выкладывает Скрин И Я Вижу Что Вся Его Команда Покупает Бизнес Автомат И Покупает По Много Мест Сразу Вот Я И Хотел Услышать Спасибо Борис По Поводу Историй Каждый День Твержу Вот Показываю Кран Пишите Истории Пишите Истории В Фейсбуке Истории Пишем В Вконтакте Истории Пишем В Инстаграме И В Ватсапе Есть Такой Статус И Надо Писать Истории Потому Что Ваши Истории Если Видео То Это 12 Секунд В Вконтакте Видят Все Ваши Друзья 24 Часа Вот Елена Стрелец Мы С Борисом С удовольствием Смотрим Каждый День И Как Кот Там На диване Кувыркается И Как Ремонт Делают Вот Они Все Истории Ну Вот Людям Интересно И Если Подсвечивается Кружочек Значит История Еще Не Просмотрена А Если Оболочки Такой Кружочка Нет Синника Значит Вы Смотреть Это Может Быть Фотографии Спасибо Вот Каждый День Выкладывайте Не Обязательно По Бизнесу Сняли Термометр Сняли Закат Солнца И Так Далее В Фейсбуке Вы Не Увидите Только Со Смартфона Видно То же Самое И Например Чтобы Вам Каждый Раз Не Снимать В Контакте Историю Выложили Сохранили Ее Кинули В Одноклассники Кинули Фейсбук И Все И Кинули В Инстаграм Лен Скинешь Потом Видео Как Записывать Историю В Инстаграм У 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 ежедневно посты, доходов больших не ждите. Начнете выкладывать, будет у вас потихонечку строиться команда. Либо рекламу давайте, как у Василия Мироненко. Каждый день в «Серфернере» его рекламу вижу. У него и команда строится, сами видите. Теперь вопросов есть еще у кого-нибудь? Да, Анна, есть. Можно ли выложить видео без превью, без вступления в YouTube или на странице своей? Конечно, нужно даже. Во все соцсети, превьюшки просто учите, сделайте. Я кидала видео своей дочке, а и Борис еще скинешь потом. В пизапе, там он попроще, как работать. И в ПСКе, в фотошопе. Превьюшки, они сильно привлекают внимание. Кто не знает, что такое превьюшки, сейчас я покажу. Видно экран, да? Видно? Да, да. Да, да. Вот здесь есть превьюшка, здесь нет превьюшки. То есть подпись, фотка, либо фон какой-нибудь, их смотрят больше, вот, которые с превьюшкой. Они привлекают внимание и на ваш канал больше будут подписываться. И название ставьте, там, охренеть, или что-нибудь там, ну, там, нифига себе. Но такие вот видео привлекают внимание. Вопросы еще есть какие-нибудь? Да, Ирина, это Денис, у меня вопросы. Вот я заметил, в нашей команде, я не знаю, я как-то очень такой позитивный, юморной человек. Я люблю шутки, там, прибаутки, я не знаю, пляски, песни. Вот, мне это интересно, как бы. Это прозевает и подбадривает настроение, там, другим участникам. Вот, и я заметил, что у нас в команде, вот, многие люди, они такие, немного замкнутые, как-то, немножко туда-сюда, не знаю. Может, как-то, что-то придумать, какую-то вот фишку такую для нашей команды, может, это на мне будет, соответственно, такая лежать, вот, я не знаю, что-то вот придумать такое. Потому что все какие-то замкнутые, все в работе, все это, я сам, я 12 лет менеджером работал по продажам в Пятигорске. И я знаю, что такое, с 8 утра и сидишь до 6 вечера, и вечером едешь на машине, и ты полдороги не видишь, потому что от компьютера полностью у тебя уже и мозги затуманены от клиентов, от нападка клиентов таких. Вот, и я так думаю, что надо немножко прострястись как-то, вот, может, что-то создать такое внутри группы. Делай. Вот, я советую снимать вам дурацкие ролики, которые привлекают внимание. Сейчас вот покажу пример. Видно экран? Видно, да. Сейчас, секунду. Это за вами интро, секунды на 4, но здесь еще мы делали оно длинное, вообще не более 4 секунд вступление такое. А то, если мы так все будем в работе, в работе, в работе. Вот сегодня я ехал тоже уже, глаза устали, башка огромная. Вот, сладко, значит. Вот красивое фото, вернее, видео. Вот это прикольная штука. Ну, так тоже ничего, сверху еще очки, а потом еще очки. И глаза нарисовать. Вообще было бы супер. То есть мы и танцуем, и языки показываем, и пукаем, и что мы только не делаем. Все говорят, вы что, дураки. Я говорю, ну, лучше быть богатым дураком. То есть все успешные люди, они немножко придурашенные. Но это делается на камеру специально. Если мы дурачимся или делаем вид, как будто мы там тупим, это все делается специально для имиджа, чтобы привлечь на наши каналы внимание. У каждого инфобизнесмена раскрученный канал с несколькими тысячами или десятками тысяч подписчиков. Так, Макарушку сейчас добавим. Да, по поводу каналов могу сказать. Если вы ведете свой канал по бизнесу, никогда не ждите, что у вас будет миллионная аудитория. Потому что это просто невозможно. Миллионная аудитория у тех людей, которые развлекают. То есть есть такой блогер, наверное, все слышали, видели, может, знаете, Иван Гай. То есть он снимал видео, на чем он поднялся. Он покупал конфетки рвотные какие-то, блевал, пердел. Соответственно, молодежь подключалась к нему и получается у него не целевой трафик. У него вот развлекуха. Если вы ведете канал по бизнесу, я уже не раз говорил, что, например, не обязательно снимать вот именно видео по бизнесу, там, с экрана, там еще что-то. Как вы деньги считаете? Просто идете по дороге и, если у вас канал по бизнесу, сводите это вот, ну, именно к бизнесу, что в интернете можно и нужно зарабатывать. То есть вот как-то вот так вот. То есть идете картошку копать и мысль подаете. Вот если бы я эту картошку не посадил по весне, я бы не поливал ее, не окучивал, я бы никогда это урожай не снял. Это уже у человека формирует, что вот без труда ничего не получишь. То есть был у нас такой... Я вас понимаю, но понимаете, что чистая банальность в интернете, она сплошь и рядом. Ну, я... Чтобы добавить какую-то изюминку... Изюминку обязательно добавлять. Обязательно надо, обязательно. Мы всем говорим, надо быть креативным. То есть каждый ролик должен быть каким-то креативным. Ну, придумайте что-нибудь. Мы вот про хромокей, на хромокее не так давно снимали это все. Там какой-то фон задний, там как будто я на помойке сижу, там еще что-то. Там в ролике можно и пошутить, можно и серьезно сказать. Вот нужно быть креативным. Я с Курцией гонялась, все это выставляла. Но у меня плейлист специальный есть такой, развлекуха, путешествия. Люди смотрят и заодно потом помимо подписки еще смотрят, а чем еще занимается Ирина Маркелова, а что у нее еще есть на канале. Начинают смотреть, видят, что я занимаюсь проектом всем миром и регистрируются и попадают к нам в команду. Смотрите, вот у Инны был очень отличный ролик там про тролля. Тоже очень креативно придумано. Ну, понравился. Просто от души спасибо. Ну, развивай, Инна. Давно не писала по теме. Ну, выкладывайте ролики. То есть, вот на мой канал, если кто-то заходил, там не только ролики, именно по бизнесу. То есть, мы купаемся в море, там выложили этот ролик. Там не обязательно, там какая-то тема есть, залили ролик. Какая-то смешная тема, там кошку-собаку поймали по дороге, там помучали ее, тоже залили. Ну, я шучу, конечно, что помучили. Мы животных не мучаем, но тем не менее. Ирина заливает, как она сходит, вот кошек местных кормит. Есть такое. Ну, это тоже привлекает людей, то есть, разбавляйте свой именно бизнес-контент каким-то роликами, которые люди, например, даже по сущности, даже что ролики с кошками, с собаками, больше люди смотрят, чем ролики по бизнесу. И к чему я веду, что бизнес-канал никогда не будет миллионной аудитории иметь. То есть, у любого инфобизнесмена можете посмотреть, ну, максимум там 60 тысяч подписчиков. И то это не за один день и не за один год. То есть, они развивают, развивают. То есть, обязательно нужно выкладывать какой-то полезный контент. Вот, например, кто-то зарегистрировался в серфернере, вы все равно в любом случае будете продвигать эту вот рекламную площадку, там еще какую-то рекламную площадку. Запишите, как на ней работать. То есть, с экрана, видео с экрана, не обязательно там себя показывать. Там некоторые любят включать веб-камеру, там снизу где-то ваши фотографии, не фотографии, видео, ее все равно как таковой не видно. Вот. Снимите. Вот, зашли в кабинет серфернера, как пополнить счет. То есть, я записываю видео вот в тему. То есть, идут какие-то вопросы в чате, мне проще записать видео, его посмотрят, например, вот в чате 40 человек, его 40 человек посмотрят. Ну, пускай не 40, 20 человек посмотрят. Вот. Но вопросов меньше будет. И тем самым мне заходят люди вообще левые на канал и пишут там под видео, там, спасибо, спасибо, разобрался. То есть, я не скрываю, то есть, есть вот лаги в фейсбуке, есть там еще какие-то ошибки, там, люди некоторые не знают, там, например, как по мэлу установить. У меня есть такая вот эта программка есть по мэлу, это когда вот у некоторых заходите, надпись мигает. То есть, поэтому я записал видео по мэле, как установить эту мигающую надпись. И тут же я сделал там это, закачал этот файлик и на файл, ну, на обменник, на свой, на Яндекс это все залил. И человек, даже какой-то, ну, незнакомый, он заходит, он смотрит ваше видео, он ставит лайк, скачивает этот файл и подписывается на ваш канал. Вот это полезный контент называется. Ну, вот этот полезный контент еще надо разбавлять чем-то, чем-то таким. Тому нужна программа записи с экрана Camtasia Studio 8 без вирусов. 500 рублей, обращайтесь к Борису в личку. Ну, или к Ирине. На совсем, ну, или ко мне. Вот. Если нету, уже есть вопросы? Да, у меня от помэли, ты скинешь потом включаться это видео? Потому что помэла-то у меня есть, а вот что-то я нифига не разобрался. Ну, я видео именно, я не разбирал полностью, как она вся работает. Потому что она и с экрана записывает, она и входящий звонок, и статус ставит. Она мне вот интересна именно по мигающей надписи. Вот, узнайте почему, если там мой контакт вам видно, там в этом. Я видел, хотя бы его. Вот. Потому что я вот этот мигающий статус, я установил его около полутора лет назад, по-моему, и все. И программой я этой больше не пользуюсь, ни для чего. Хотя она достаточно объемная такая, хорошая. Можно там много что в ней делать. Видео я скину в личку. Я задам вопрос, как раз у моего друга, он видеооператор в видеомонтажу. То есть, я ему задам вопрос, то есть, как из всего сделать все. Скажем так. Вернее, из ничего сделать все. Вот, он в этом плане ас, он уже 20 лет, он и на первом, и на втором канале, видеооператор, и монтажирует видео, и монтаж, монтажом занимается. Я ему завтра задам вопрос, и завтра... Да, я понимаю, там, видеомонтажеры, все. Это, в любом случае, минимум, вы должны уметь делать сами. Вот, минималку, самую. Минималку, это понятно, да. Да, просто саму структуру разработать, скажем так, от минимума до максимума. И это сможет техзадание просто тупо написать для новичка. Ну, если возможно такое, да. Но у нас некоторые даже боятся историю записать. Дело, если до этого доходит, историю боятся записать. То есть, даже не скачать, просто на смартфон, то есть, да, на смартфон скачать ВК и записать. Смотрите, какой офигенный день сегодня. И в любом случае, ваши друзья, там, или кто-то, ваши подписчики, они увидят эту историю, и их привлечет, ну, вы чем-то их привлечете. То есть, проснулись, поехали на работу, офигеть, снега выпало. Там, лопатой помахали, сняли это все. Или там, офигеть, какая жара, смотрите, кошки все в подъезде сидят. То есть, вот этим самым, там, ну, каким-то несерьезным роликом вы можете привлечь на свою страницу больше людей, чем вы напишете «я зарабатываю миллиард». Да вам никто не поверит. Ну, и чередовать с бизнесом, конечно. Ну, соответственно, чередовать с бизнесом. Все это в перемешку даст вам выхлоп. Хотя вот… Что делать, я не знаю. Хотя некоторые, то есть, вот инфобизнесмены, я слышал такое мнение, что не надо мешать, если у вас канал по бизнесу, не надо заливать там, как вы жарите картошку, надо заливать. Потому что есть такая штука, Ирина каталась на ледянке, к ней партнер подключился. То есть, это никто не выдумывал. Это история. Она посмотрела видео, как человек катается с горки зимой. И посмотрела еще видео. И подключилась к проекту. То есть, вот это вот мешать надо. Ну, не перебарщивать, конечно. Ну, плейлист отдельно создавайте, чтобы не перемешивались они там с бизнесом. У меня вот все в отдельных плейлистах. Плейлист развлечения. То есть, структура Ютуба, она как строится. Если вас даже не нашли по видеоролику, то есть, по названию видеоролика, возможно, вас могут найти по плейлистам. И смотрите, на каждую тему можно делать отдельный плейлист. То есть, по плейлистам выборочно вас быстрее могут найти, подписаться на ваш канал, на просмотры. Там, например, если вы на рыбалку пошли, создали плейлист «Рыбалка». Там куда-то пошли, создали. Каждый день можно создавать по 2-3 плейлиста, по 5 плейлистов. То есть, отдельные видео. И называть, и обязательно надо выбирать оригинальные названия. То есть, у меня есть видео, как раскручивать Ютуб. У меня там, по-моему, видео уроки от Брис Киндер. То есть, я там несколько вебинаров по Ютубу проводил. Если вы не знаете, там есть некоторые сервисы, где можно по ключевым словам просто набрать себе с 0 подписчиков до 100 подписчиков. Ну, буквально за несколько недель именно на интересных названиях. То есть, превьюшки, они тоже нужны, как таковые. То есть, они больше привлекают. Потому что, вот сейчас нам сказали, что все больше и больше людей подключается и смотрят видео с гаджетов. То есть, с планшетов, с телефонов. За компьютерами мало уже люди сидят. Ваш смартфон – это ваше телевидение. Используйте его по полной. И подключайте туда мобильный интернет. Пошли в лес куда-нибудь или просто на улицу вышли. Снимайте, снимайте, снимайте. Постоянно снимайте. Вот. У нас был товарищ, он очень хорошо взялся, снял ролик один. Ему друг-оператор отмонтировал его. Да, хороший ролик, правда, длинный. Его надо было разбить на несколько частей. Потом он снял, как он варит плов. Потом он снял, как у бассейна хорошо. И все, на этом его видео закончились. Я вот, это мой личный, я с ним общаюсь. Я говорю, а что? У меня времени нет. Я говорю, у тебя нет времени 10 секунд. Ты же со смартфоном ходишь. Ты же со смартфоном ходишь. Со смартфоном можно загрузить, связать на свой канал YouTube со своим смартфоном. То есть, проблем нет. Сейчас на каждом смартфоне есть вот это от Google приложение. То есть, вы с телефона сняли короткий ролик, да фиг с ним, там пускай он будет 15-20 секунд. Но 2-3 ролика в неделю для развития канала, это просто необходимо. Если вы будете заливать, например, один ролик раз в полгода, ни подписчиков, ничего у вас не будет. То есть, люди видят и любят движение. То есть, вот я иногда, получается, заливаю ролики. Но у меня когда как получается. Иногда я каждый день, там я могу по 2-3 ролика делать в день, обрабатывать. Иногда у меня, получается, через день, через 2. Ну, то есть, свои обстоятельства. Иногда я вот снял на смартфон какой-то интересный кадр и тут же нажимаю выложить в YouTube, поделиться. Все. Я написал название, все. Дома я уже его отмонтирую. Но ролик уже есть. И люди заходят. И у них в новостях пишется тоже на YouTube. Есть такая фишка. В течение 3-х дней у ваших подписчиков висит, что на таком-то канале новинка. То есть, канал YouTube – это основной, который будет работать на вас 24 часа. 24 часа практически и, можно сказать, практически без вложений. То есть, кто хочет раскрутить свой канал – 1, 2, 3. Ну, желательно 3 ролика. Если хотите привлечь внимание больше, то есть, пишите. Мои ролики там выходят в понедельник, среда, пятница, например. Ну, я, к примеру, говорю, там в определенное время. То есть, заинтересованные люди будут приходить и смотреть, что у вас там дальше. То есть, ну, это тоже такая фишка. По хэштегам. То есть, это вот все. Вебинар я записывал. Даже не один вебинар. У меня их, наверное, 2 или 3 таких вебинара, как работать с каналом YouTube. Я чуть-чуть скидываю в чат, потому что новички каждый день у нас присоединяются. Вот. Но канал – это основное. И вот именно методика «приглашай, не приглашай», мы рекомендуем создание канала на YouTube. То есть, подписчики будут. Их не будет толпами. То есть, до, грубо говоря, до 100 подписчиков вам будет казаться, что это все ерунда. После 100 подписчиков люди, я не знаю, как на дрожжах начинают расти. То есть, один рассказал другому, третий рассказал четвертому. Если вы боитесь показать себя на камеру, снимайте окружающую среду. Снимите. Вот у нас женщина тоже была. А мотивацию снимала вообще по кормушке с птичками. Офигенный ролик. Она лица своего не показывала. Она сняла такой офигенный ролик вот по кормушке. Там птички не думают, что это зерно с ГМО или не с ГМО. Почему вы думаете, что проект легальный, получится, у меня не получится. Вот. Я о чем и говорю, что нужно креативить. То есть, не надо останавливаться именно на каком-то именно бизнесе. Ну, вот бизнес, 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 деньги, деньги, деньги. Люди должны видеть, что вы живой человек. Ваша задача построить сеть, вот сделать таких учеников, передать весь свой опыт. Но чтобы передать весь свой опыт, вы должны сами обучаться, каждый день обучаться и расти. Вот, например, мне нужны такие люди, вот как Елена Стрелец. Она со мной третий год работает. И она впитывала все, все, все себе заметки делала. Вот, самая лучшая ученица. И Воронцовы, но они глухонемые, поэтому их нет в групповом звонке. Они сами по себе работают, но они работают только в Фейсбуке, и у них только иностранцы. Ну, иногда русских они скидывают к нам в чат для обучения. Так они сами по себе. Вот таких людей надо, ну, воспитывать, или как, так сказать, к себе в команду. Вот такие люди будут сами богатеть, и вас делать еще богаче. Теперь я буду задавать вопросы, посмотрю, кто как у нас знает кабинет. И в разброс буду называть, так на экзамене. Ирина, меня слышно? Да. Я хотела вопрос задать по лендинг-пэйдж. Наталья, Вероника. Наталья. Наталья. Да, да. Ага, вопрос такой. Я не пойму, у меня лендинг-пэйдж включен? Он вообще как действует? Я не разбираюсь в этом. Раздел «Услуги», нажмите «Лендинг-пэйдж» и посмотрите, активен он или не активен. В кабинете раздел «Услуги», «Лендинг-пэйдж», вторая строка. С левой стороны будет написано «Ваш лендинг-пэйдж», будет написано «Активен», «Неактивен». Наверное, уже месяц прошел, да? Нет еще. Нет? Александр Макаров присоединился, да? Так, вы уже создали, вот первый написано, вы уже создали этот лендинг. Ну, активен. Активен. Какого там? А что это вообще такое? Где он действует? Где его посмотреть? Раздел «Услуги», «Лендинг-пэйдж». Нет, ссылка. Нет, я зашла, там написано «Лендинг-пэйдж» вы уже создали. Ну, экран надо посмотреть. Наталья, у вас ссылка приятна на фейдингу? Василия, вы можете потом после брифинга поработать с Натальей? Ссылку скопируйте и перейдите потом по ней, и все, увидите. Наташа, ты с нами потом свяжись, мы тебе все расскажем. Да, да, обращайтесь к своему спонсору, если он вам в курсе. Вопросов нет больше? Тогда вопрос к вам. Первый вопрос. Кто такие фри, волонтеры и бизнес? Хочу услышать от Аллы. Алла, недели две уже есть в проекте? Это есть две недели в проекте, но, как говорится, как слепой. Ну вот мы и узнаем, кто, как относится к проекте. Те, которые подписались на этот, вступили в регистрацию. Еще раз правило. Правило. Это те, которые оплатили пять долларов, пошли, зарегистрировались, а потом сделали платеж сто долларов. Ну, значит, это те, которые пять заплатили долларов и зарегистрировались на сайте. Это те, которые волонтеры. Да. Что еще спрашивали? Фри. Фри, не знаю, говорю точно. Бизнес. Бесплатный. Статус бизнес. Ну, статус бизнес – это те, которые оплатили и пять долларов, и сто долларов, оказали финансовую помощь. Это вот уже бизнес, в который вошли. Ну, а фри получается методом паркирования. Ну, фри – это уже выше те, которые, наверное, над нами. Нет, фри – это просто зарегистрированные партнеры, еще не активировали кабинет и не оказали финансовую помощь. То есть, бесплатники. Фри – это бесплатно, не купили ничего, ни пакета, ну, то есть, не активировали кабинет, вот это фри называется. Бабуши. Следующий вопрос. Я пошутил. Могут ли волонтеры получать какие-то деньги, не получив еще статус бизнеса и Несса? Конечно, нет. Не могут? Меня слышно? Слышно? Нет. Неверный ответ Александра Давыдова. Сегодня я рассказывала об этом в начале. Волонтеры получают перевод за активацию кабинета. Кто под них зарегистрировался? Сколько получают? Они получают доллар. Все правильно, один доллар получают. Дальше. Сколько стоит уникальная ссылка на домене РУ спустя один год? Владимир Степашкин. Ого, 10 долларов, по сколько я помню. Нет, неверная ответ. Вероника, знаете? Вероника. А, 5 долларов, может быть. Да, 5 долларов, правильно. Что такое транзакция Василия Мироненко? Это все люди, все партнеры, которые под тобой зарегистрировались и проделали какие-либо действия. Не обязательно лично под вами? Не обязательно лично. Это глубина, это ширина. Не обязательно. Да, вот еще момент, очень многие спрашивают, у нас всего 7 уровней, что происходит с партнером или с моим сертификатом, когда человек вылетает из сертификата. Вот у меня структура выросла, что 8 уровня уже нет. Например, Нина Хенкина мне уже денег не приносит. И, ну, есть такие партнеры, Олег Рубчев в чате и так далее. Вот кто мне 15 приносит, и все, меня уже дальше в сертификате нет. Но на этих уровнях, то есть я на первом уровне могу приглашать до бесконечности, на втором в ширину до бесконечности, и так вот до седьмого уровня до бесконечности. Поэтому на наш век и на век наших детей и внуков денег хватит на планете. Но человек после седьмого уровня вылетает из сертификата. Но ничего не происходит. Также участник оказывает ежегодную помощь, и помимо того, что ваша структура будет работать, если вы ее будете двигать, человек еще оказывает ежегодную помощь. Вот у меня за 4 года более 5000 партнеров, но работают человек, может, 300-400, остальные бегают и по хайпам потом возвращаются. Вот с них я имею доход. Но в чат мы отобрали только активных. Остальные, может, вышли и сами по себе работают. И еще оказывают ежегодную помощь. У некоторых людей по несколько кабинетов. Там маму, папу подключают. Получают они на 2-3 кабинета. Вот у Елены 3 кабинета, у Василия 2 кабинета. У меня несколько кабинетов. Так работать выгоднее. То есть по последней ссылке работаете. Но если вы, например, подключите много человек и меня выкинете, то на мою помощь не рассчитывайте. Бизнес есть бизнес. Я свое время трачу на тех, кто нам с Борисом приносит деньги. Поэтому нам интересно двигать тех, чье имя, мое или Бориса, есть у вас в сертификации. Это без обид, это бизнес. Это наше время. Да, все-таки он 10 долларов стоил. Это сейчас он 5 стал. Да, 10 был. Я помню. Да, Василий же уже не первый год в проекте. Как узнать, когда в моей структуре зарегистрировался партнер Наталья? Отключилась Наталья. Денис, знаешь, еще раз вопроса не понял. Как узнать, когда в твоей структуре зарегистрировался партнер, как узнать? Один доллар придет на счет Вальфан. Неправильно. Нет. Просто зарегистрировался. Просто транзакция придет и все, что у тебя появился партнер. Да, но это будет только личный. То есть на почту придет и в транзакции увидишь кружочек. Откроешь и вот связаться с партнером. На почту надо писаться, в соцсети, на телефон. Я в первом классе, поэтому меня строго не студите. Ну да. Для всех обязательно. Сейчас еще три вопросика. Как узнать, личный партнер или нет, Владимир Степашкин? Посмотрели по структуре? Ну, посмотришь ты. Куда надо зайти в кабинет? Структура? Структура? Сложите. Структуру. Там, как? Первый уровень. Структура только твои личные. А, ну, то, что у тебя, это, как, получается в статистике. А, в транзакции, то она покажет, что 5 долларов в отступлении. Правильно, правильно. Я не знаю, личный или не личный. Ну, это и покажет. То есть, если личный ты 10 долларов получаешь, а если нет, то ожидание там или оплата будет 5 или 15 долларов. Все правильно. 15 или 5 – это наши не личные. Но там нельзя узнать, на каком он уровне. Может, и третий, четвертый, пятый, шестой, пятерочка. Что такое стрим, Вероника? Это лав-трансляция из ВКонтакте, по-моему. Да, можно в одноклассниках, чтобы вести прямые трансляции в ВК, загрузите себе ВК-лиф на смартфон. Чтобы вести в одноклассниках ОК-лиф. А в Инстаграме можно прямо из Инстаграма вести прямую трансляцию. Но мне чем не нравится, ну, как-то там люди не очень подключаются. В ВК только начинаешь вести, и сразу уже человек 12-15 смотрит. И последний вопрос. Что такое акция «Быстрый старт» и для кого она действительно Александра Давыдова? Что такое акция «Быстрый старт» и для кого она действительно? Александра, вы с нами? Прием! Подбежал. А Алла? Ну, это когда вот только мы вступили, оплатили финансовую помощь, и нам еще предлагается такая возможность, чтобы сделать быстрый старт. Если я в течение месяца подключаю пять человек, мне дается возможность, мои доходы там после подключения удваиваются. Если благотворителей пригласишь, которые окажут помощь. А для остальных я могу поучаствовать в акции «Быстрый старт»? Нет. Это для новичков. Неправильно. Неправильно. Да, изменили с ноября месяца. Теперь все могут участвовать в акции «Быстрый старт», если вы окажете в любой момент ежегодную финансовую помощь. Даже если вы в проекте хоть шесть месяцев, хоть год, хоть четыре года. Оказываете ежегодную финансовую помощь, и вы как новичок участвуете в акции «Быстрый старт». А так как вы, например, уже опытные, вот Василий Мироненко может хоть сегодня оказать финансовую помощь, но она будет с того числа, то есть ровно год выйдет. Не с сегодняшнего дня на год, а с того, короче, через год. Он может участвовать в акции «Быстрый старт». А вот для опытных это очень большой плюс. Вот Лена так, «Стрелец» попадала, да? Помнишь, 60 долларов еще сверху дали? Да. Борис также участвовал, я также участвовала. Так что имейте это в виду. Ну, у меня все. У кого какие вопросы? Александр Макаров только присоединился, мы уже заканчиваем. А, за весь ноут у Александры. Те вебинары, которые я скидываю в чат, смотрите их, пожалуйста. Все обучающие видео, смотрите их, пожалуйста. Которые книжки мы аудио скидываем, по возможности слушайте их. И по поводу методики «Приглашай, не приглашай». Многие, да, я подумаю, да, у меня нет денег. И получается, что они не умеют оформлять страницы, спрашивают, а как это сделать? А в методике все это есть. И говорят, да я вот через неделю куплю и так далее. И получается, эта неделя, она проходит впустую. Они даже ссылку не могут поставить, презентацию закрепить не могут. Ну, страница не продающего вида, а они ее, например, в Калиостру пустили. Человек заходит, ротацию делает, присоединяется в друзья, у него ссылки там нет. Ну, и смысл, будет он другом. А так, если он присоединяется, ну, в друзья добавляет через топ-лидерс или через Калиостру, у вас должна быть страница, вот как Лена показывала, продающего вида, должна быть ссылка и в закрепленной записи презентация. Вот только такие страницы раскручиваются. Также в СМР, если она проходит ротацию. Ротация – это когда, ну, вы друзья добавляете. Либо в статусе VIP вас добавляют автоматом. Люди, когда заходят, должна быть оформлена страница. По поводу методики. Мы снизили цену, стоит она для личных партнеров моих первого уровня, 1250 рублей с партнерской программой. Вчера я скидывала в чат ссылку, как зарегистрироваться в партнерской программе. Если вы первый раз продаете методику, вы получаете 15%. Если второй раз продаете эту же методику партнерам. Сколько, Борис, 30% или 35%, да? Да, 35% получается. 35%. Вот, имейте это в виду. Ирина, а можно вообще спросить, как мне купить именно у вас ее? Это есть ли это в чате? У Ирины можно. Ну, если не через ту программу, чтобы комиссию не платить в магазин, можешь мне перевести на карту, а я и не 15%, а все по-честному переведу ей на карту. А на карту вам сколько перевести надо? Это на карту? 250 рублей на мою карту. На карту, когда мы переводили вам, вот когда вы меня подключали, да, когда я оплачу? Да, карта Стербан для легивей кошелек. А я все по-честному ей не 15% переведу на ее карту. Только проценты с вас. Смотрите, в партнерской программе вы можете подключаться даже тогда, когда вы, может, и не купили. Вы можете просто продвигать этот продукт и зарабатывать на нем. То есть для этого и сделано. Почему подходит? Ну, это понятно, что сделано, но потом, когда я буду других продвигать, я же потом процент не буду получать из-за этого? Почему? Если вы подключитесь к партнерской программе, у вас будет своя личная ссылка, вы будете зарабатывать именно, вот, вы даете ссылку, они покупают, например, в магазине, вы получаете свои 15%. Ну, понятно. То есть все просто. Вы можете просто на стене сделать ВКонтакте, там продается методика, подходит под любой проект для бизнеса, или историю записать, или стрим провести, и ссылочку свою дать, партнерскую на методику. Вот, многие так делают. То есть, ну, обратно же, вы, вот, когда продаете какой-то товар, то есть, возьмем даже простой, вот, сорвали вы помидоры в своем огороде, пошли продавать, и вы рассказываете про них. Вот, когда от человека именно идет, что он продает. Например, я вот записал полный обзор, делал вебинар небольшой, полный обзор по курсу. Вот, также, если вы запишете полный обзор по этому курсу, будет намного больше продаж, намного больше вы заработаете, вот, на этой методике, потому что она подходит под любой проект. Не обязательно это под, там, какой-то определенный, там, по всем миром, там, или еще какой-то, абсолютно под любой, потому что там дается именно вот те азы, как сделать свою страницу, ну, как бизнес-страницу сделать. Там есть Одноклассники, там есть ВКонтакте, там есть Фейсбук, там есть Ютуб и еще много разных, Инстаграм, много там разных фишек, более 40 видеоуроков. Причем вы их можете смотреть в любое время, вы можете их скачать к себе на компьютер. То есть, сохранять, и не обязательно, там не такие уроки, там, длинные, огромные, которые нужно смотреть часами. Там именно уроки по 10-15 минут, то есть 7, 10, 15 минут. Ну, 40 видеоуроков, к примеру, вместо любимого сериала можно посмотреть видеоурок, как оформить страницу в Одноклассниках и поставить стаблис. Там, как оформить страницу, не страницу, а именно в Ютубе, вот это, ну, организовать свою страницу. Как закрепить картинку, шапку сделать, как прикрепить ссылки и все остальное. Вот Александр присоединился. Угу, а у меня все зависло, я хотела про базу... А, все, отвисло. Про базу знаний не очень многие знают, что вообще такая база знаний, это ваша библиотека. Видно мой экран? Да, да, да. Вот нажимаете база знаний, там, где профиль. Здесь все есть, все инструкции, все методики. Если у вас спросят, компания легальная или нет, нажимайте документы и материалы. Адрес, там, что компания платит налоги. О, 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 все документы здесь есть. Дальше. Рекламные материалы. Все баннеры себе скачайте для социальных сетей. 50 преимуществ, все картинки скачайте себе и создайте себе фотоальбом, кто еще не сделал. И грузите по одной, по две фотографии с описанием. И вот этот видео, так. Вот плакат я себе на стену повесила такой. И на этом фоне я снимала много роликов. Сейчас он прогрузится. И еще, почему мы не пирамида, вот вы должны каждый знать. Не могу я найти здесь. Методики, обучающие видео. Здесь было видео. Методики, обучающие видео. Против финансовых пирамид. Не, а, вот это, видеозапись ваших конференций. Вот, Холл Ворд против финансовых пирамид. Вот это надо всем скачать. И если кто-то у вас пишет в комментариях, это пирамида, даете ссылочку, либо файлом ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке. И пишите, почитайте на досуге. И как просмотрите, тогда мы с вами пообщаемся. И вы мне сами расскажете. Пирамидов мы или нет. Потому что пирамиды запрещены законом. Вот вебинар Александр Комиссаров наш директор проводил. Вы должны быть подкованы в любом вопросе. Да, и сами посмотрите этот вебинар перед тем, как выкладываете. Ну, обязательно, само собой. Чтобы вы смогли работать с возражениями. Все, тогда заканчиваем. Давайте раз в неделю брифинги проводить. Потому что много вопросов за эти полтора-два часа мы не охватим. Да, и смотрите, если у кого-то возникают какие-то вопросы, не стесняемся. Пишем, ну, не знаю, можете писать в личку. Но лучше, конечно, писать в основной чат, потому что, возможно, такой же вопрос возникает еще у кого-то. Либо мы напишем в чате, либо мы запишем какое-то видео по этому вопросу. Потому что, я говорю, мне проще записать одно видео, и вот его там чат посмотрит. Чем пообщаться с каждым. Ну, даже если по 10-15, там по 20 минут, ну, это время уйдет. Мне проще вот записать видео короткое там на 5-7 минут и объяснить. Ну, даже пускай это 10 минут видео будет. Ну, зато оно будет доступно для каждого. Добавьтесь в официальную группу ВКонтакте. Добавьтесь в официальный чат Телеграм. Сейчас покажу для новичков. Вот вверху буковка В. Это ссылка на группу. ВКонтакте ссылка на публичную страницу. Вот официальный канал. Ну, Твиттер, родноклассники, как правило, там мало новостей, мало кто смотрит. В основном вот у вас в официальной группе. И как только опубликовали новость, мы ее пишем в чат. Делайте репосты. Ваши лайки никому не нужны. Делайте репосты, дудочку поделиться. И пишите комментарии, потому что вас обязательно заметят. Там 16 тысяч участников, и многие просто наблюдают. И могут перейти на вашу страницу, у вас там ссылочка, связаться с вами. Поэтому каждый, кто знает, тот так делает. А кто не знает, знаете об этом. Делаем репост, пишем комментарии. По поводу командной работы. Если кто-то кидает свою ссылку на страницу, ссылку на видео. На видео, если с Ютуба, ставим лайк, пишем комментарии, делимся в соцсетях. То есть вы нам помогаете, мы вам помогаем. И проходите по чату. Если вы пришли с работы, а там 20-30 сообщений, проходите и читайте. Ну, потому что если вы будете делиться, то и вашими тоже будут делиться. Я смотрю, в чате 40 человек, 2-3 лайка, 3-4 комментария, это не командная работа. Я понимаю, что люди ходят на работу, им некогда, потому что и с детьми уроки, и приготовить кушать. Но вы так будете до конца жизни ходить на работу, и у вас не будет времени столько, если вы не будете строить бизнес здесь. 6 лет проекту, и будет работать очень долго еще. И передается по наследству. Вы можете своим детям передать, своим внукам. Они будут, уже готовая структура у них будет. Вы можете подключать от 18 лет своих детей. Сейчас подростки еще лучше соображают, чем их родители. Я к своей 13-летней дочке до сих пор обращаюсь, как превьюшку в фотошопе сделать. Она смеется, конечно, что мама тормозит, но, тем не менее, мне помогает. Так что, и подростков незачем, я считаю, давать в институте, просиживать штаны 5 лет ради высшего образования. Учить их работать в интернете, и все. И будет получать гораздо больше. Ну, это какой-то неправильный призыв. Если человек хочет учиться, пускай учится. А зачем? Ну, как зачем? Об этом можно долго спорить, да. У троечников и хорошистов более другой подход. Уже рассказывали об этом, что они не видят препятствий. То есть, отличник, например, с красным дипломом все рассчитывает. То есть, есть два человека. Два определенных человека. Один учился в школе на тройке. Один учился с красным дипломом, закончил высшее образование. Вот тот, кто на тройке, у него намного больше возможностей пробиться в бизнесе в каком-то, хоть на земле, хоть в интернете. Потому что он в основном не видит преград, потому что он об этих, о них не знает. Но у отличника больше преград, потому что самые большие враги в нашей жизни – это сомнения. То есть, я уже вот сегодня кидал пост, я записывал «Главное правило самурая». То есть, я тут смотрел фильм, и мне вот это понравилось, что когда самурай идет в бой, он не думает о том, об исходе боя, что у него получится, не получится, погибнет он или выиграет. Он просто идет на пролом, и тех людей, которые, например, думают негативно, вот у вас есть команда, и кто-то из них говорит, да у меня не получится, у него точно не получится, вот 95-99% у него не получится. Вы должны делать вот именно идти, идти и идти. А получится, не получится, это уже как бы ничья не проблема-то. То есть, это в голове, у вас рождается вот эта мысль, в голове у вас не получится, она у вас формируется, вы себя начинаете накручивать. И так же вот, как в интернет-бизнесе, то есть, вы зашли в проект, месяц поработали, а, еще один проект, а тут обещают 5 тысяч там в неделю, а вот следующий проект обещает там 400% в день. Вот, и вы идете, 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 вместо того, чтобы там развивать один проект, который реально там работает годами, годами, там, месяцами, там, еще что-то. Но здесь получается, что человек сам себя накручивает. И вот эти два человека, один троечник, другой отличник, отличник, он отучился, он начинает обрабатывать информацию, вот, я сейчас начну это делать, меня задают налогами на меня, на их братва, там, ну, это как раньше было, там, ко мне придут, там, начнут меня, там, донимать, там, какими-то. А троечник, он пошел, например, есть у него товар, два товара одинаковых, причем, вы можете тоже найти у меня на странице, это Березовский рассказывал. Вот у троечника, он не видит преград, идет напрямую, продает этот товар за сутки, а некоторые, сидя на золоте, даже не могут его продать, там, за полцены. Потому что они не знают, потому что они рассчитывают и думают, как это все, причем они уже рассчитывают в результате, что они идут продавать, но у них не получается, потому что они уже это подрасчитали в свою мозгу. И еще одно напоследок хочу сказать, не живите прошлым, а формируйте свое будущее, то есть, начиная какое-то дело, вы уже должны поставить себе цель и знать, что вы эту цель добьетесь. И к этой цели надо идти потихонечку, то есть, расписывая, я тоже это уже рассказывал, вебинар такой проводил, нужно расписывать каждый шаг, то есть, как вы к этому придете. И у вас это обязательно получится. Если у вас не получилось вот в прошлом, об этом не надо жалеть, надо просто идти вперед. Слона едят потихонечку. Слона едят. Надо заканчивать, а то 2 часа уже лучше это на следующий брифинг оставим, темы интересные. Ира, ну уделите мне еще минуточку внимания, вот все-таки ссылку, вот сейчас я смотрела, вы показывали ссылки даже в Одноклассниках, вот ваша ссылка видна. Если я сейчас зайдем на мою страницу, посмотрим, у меня там статус стоит, но ссылки нет. А ты нажимала на имя, фамилию? Да, нажимала на имя, фамилию, и там нет ее. Ну, откройте экран, посмотрим. Плюсик нажмите, демонстрация экрана. Правда, да? Угу. В Одноклассники мне надо зайти, да? Плюсик демонстрации экрана, начать. Начать, ага. В Одноклассники, да, заходить? В Одноклассники, вон уже с левой стороны открыты Одноклассники. Вот, смотрите, я вот захожу сюда. Экран отопреживается. Вот, смотрите, видите? Ее нет здесь, ссылки. Здесь получают денежные переводы от лекции. Я не поставила, скопирую. А та была, когда вот у меня была такая проблема, когда ее заблокировали, этот, страницу, я несколько дней не могла войти, потому что она номер телефона своего ребенка за это, зарегистрировала эту страницу. Потом прислали мне код на его этот. Я зашла, когда уже после этого здесь уже ее не стало. Ну, отредактируй, поставь лендинг туда и нажми сохранить. Ага, теперь еще знать, как это сделать. Просто, когда сплю, вот на нее нажать, и она откроется. Вверху будет такая, где дата, такой треугольничек. Да, треугольничек этот, жми. Угу. Предактировать. Предактировать. Угу. Ставишь пробел, после сплю, и туда лендинг. Да, и лендинг туда. А как это лендинг? Ну, где лендинг у тебя? Ну, в загрузках. Нет, лендинг это ссылка. Ну, ссылка. Ну, в кабинет, в услуге, скопируешь лендинг. Раздел в услуге, лендинг пейдж, его скопируешь, вставишь. Ну, мы уже остальных держать не будем. Хорошо, так, хорошо. Все, тогда я попытаюсь сейчас сама это сделать. Если не получится, звони. Ага, всего доброго. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока, спасибо.